Десятки сыгранных матчей, радость после забитых голов и горечь от пропущенных мячей. И пусть на паркете не профессиональные футболисты, а только школьники, каждый из них сражался до последнего. Долгий отборочный тур и финальные схватки остались позади. В этом году нами поставлен рекорд и это приятно такие всегда планки брать. У нас задействовано было на отборочном этапе муниципальном, районном и общегородском финале 1280 детей. Это 129 команд, 46 школ делегировали своих представителей, которые поборолись на площадках, как говорится, за первые места и путевки на общероссийский финал. Награждение победителей на этом турнире отличается от чествования на обычных состязаниях. Здесь не один счастливчик, а сразу восемь. Мальчики и девочки сражались в четырех возрастных категориях. Все матчи проходили на равных, никто не хотел уступать в борьбе за медали. 27 января награды нашли своих обладателей. Растет количество команд, а следовательно и престиж соревнований. Особенно президент Ассоциации мини-футбола Севастополя Юрий Строчков отмечает, что женский футзал становится с каждым годом все популярнее. Что приятно отмечать, растет женская половина. Если в прошлом году, в позапрошлом у нас на начальном этапе девочек вообще не было, то сейчас уже идут боевые баталии и количество женских команд у нас только прирастает. В списке призеров сборная как городских школ, так и сельских. Второе место среди девочек 15-16 лет занял коллектив школы номер 47 села Орлиное. В прошлом году они тоже участвовали в состязаниях, но тогда команда остановилась на третьей ступени пьедестала. В этот раз участники взобрались на строчку выше, но победить своей возрастной категории не удалось. Сборная 11-й школы оказалась сильнее. Была игра с 11-й школой, девочки уже посильнее, так как мы с ними играли и знаем их. Но мы сыграли 0-0, потому что у обоих есть сильные стороны. Потом пошла серия пенальти и у нас не удалось забить, поэтому мы заняли второе место. Все это стереотипы, что футбол не женская игра. Мне кажется, что все в этой жизни надо попробовать и все надо уметь. Победители скромно утверждают. Главное интенсивные тренировки и четкое следование указаниям тренера. Победить удалось. Наверное, сложно было играть, но все-таки у нас как-то получилось. Каждый день тренируемся. Всплоченная команда. Перед игрой нам тренер дает установку и во время игры подсказывает. В возрастной категории 11-12 лет среди юношей победила гимназия номер 8, среди девочек – школа номер 58. Лучшими игроками 2006-2007 года рождения стали школа номер 45 и 12 соответственно. Воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища унесут с собой целых две награды. Юноши оказались лучшими среди команд 15-16, а также 17-18 лет. У нас есть распорядок дня определенный, где все распределено. Утром у нас есть зарядка, также есть спортивные упражнения во время уроков и после уроков. У нас самые лучшие тренеры в городе. Мы тренировались упорно, усердно, и мы все хотели победить. Тренера разрабатывают тактику, мы ей следуем на протяжении всей игры и выполняем все требования. Я в команде второй год, и до этого мы тренировались еще со старшими, но они выпустились, и сейчас в сборную уходим им. Утром я чаще просыпаюсь в смысле об учебе, а потом, когда уже заканчиваются уроки, я уже думаю о тренировках. Это мини-футбол, тут действуют определенные тактики, здесь надо ими поддерживать и слушать тренера. В марте победителям предстоит отстаивать честь Севастополя на всероссийском уровне. В Московской области состоится финальный этап турнира «Мини-футбол в школу».